Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня задумала небольшую шалость. Хочу нарисовать нарядное платье, блестящее, как будто бы из металла. Конечно же, этого эффекта я буду добиваться при помощи градиентов или блеска и тени. Я пока, откровенно говоря, не придумала, как это будет лучше смотреться. Поэтому давайте начнем рисовать основу. А после этого уже посмотрим, как сделать платье, которое я придумала, таким прям ярко-серебряным металликом. Взяла я шаблон. Шаблоны я использую, но же стандартные, поэтому вы можете по ссылочке под видео его скачать. Очень удобный шаблон, много эскизов на нем уже нарисовано. И он всегда себя оправдывает. Беру, соответственно, перышко. Обязательно тут сейчас у меня настройка слетела. Один пункт толщина, черный контур. И будем рисовать с вами лиф. Платье у меня будет кварсетное. Ну, прям я говорю, будем шалить по полной программе, потому что... Да? Иногда нужны нарядные платья, не все повседневку рисовать. Конечно, повседневка нужна больше. Тут я тоже не буду отрицать, но иногда хочется что-нибудь нарядное, тоже красивое сделать. Оно будет вот такое симметричное, но потом вторую сторону мы обязательно с вами доделаем. Доделаем. Так, соответственно, у меня будут вот сюда вот так линии направлены. Когда мы рисуем с вами складочки, драпировочки, как правило, рисунок состоит из двух элементов. Один элемент это линия, второй элемент это заливка. Ну, естественно, нужно использовать именно те элементы, которые вам максимально подходят для того, какая у вас задача. Задачи бывают разные, поэтому универсальной формулы я вам не дам. Но вот я нарисовала линии, сделала их треугольными, а именно здесь у меня толстый, здесь тонкий край. Таким образом получается, как будто бы складка расходится в никуда. Вот, для меня это в этом эскизе нужно, в этом эскизе важно, потому что здесь будут вот такие классные штучки. И я бы хотела, естественно, чтобы они тут отражались максимально интересно. Добавляю теперь пятновую историю. Пятновая история всегда при рисунке смотрится жутко. К этому нужно просто привыкнуть и не оценивать эскиз на моменте рисунка теней. Потому что, ну, сначала мы рисуем с вами их контуром, а потом, естественно, добавим уже непрозрачность, к цвету заливки, и будет все очень красиво. Так что не переживайте. Когда у вас эскиз начинает выглядеть вот так, вы потом тени выбираете, говорите, что мне нужна только заливка, ужасаетесь, берете непрозрачность, и непрозрачность где-то редактируете. Редактируете, получается то, что нужно. Сейчас я посмотрю, правильно ли линия или нет. Теперь вот эту часть я беру по центру, у эскизи есть центр, оп, и я хочу, чтобы вот эта часть была на заднем плане. Опа, сразу видно туда-сюда. Единственный момент, который обязательно нужно будет добавить, во-первых, я хочу вот эти точки сделать пониже, а вот сюда добавить обязательно дополнительную тень, потому что при нахлёсте обязательно будет здесь тень. Вот так выбираю, и поскольку я сместила линию, у меня тени взлетели, тоже правлю линию теней. Вот у меня получился лифт. Да, он вроде как асимметричный, а рисовала я его как симметричный. Вот такая вот. И удобно. Так что запоминайте. Теперь буду рисовать раз, два, три, четыре, пять пятиярусную юбку. Что я сделаю, чтобы мне это было удобно? Я обычно этого в иллюстраторе не делаю, я вам честно скажу. Но в данном случае мне нужна разметка. Я беру инструмент-карандаш, я беру любой цвет, который меня не раздражает, создаю новый слой, и сейчас я приблизительно сделаю разметку слоёв. Что я имею в виду? Мне нужно понимать, какой длины и какой формы мне надо это будет всё нарисовать. Вот, поэтому для меня становится принципиально важным нарисовать вот этот вот приблизительно линеарный контур того, как у меня будут располагаться слои на юбке. Поскольку у меня пять слоёв запланировано, да, я их вот так вот приблизительно выстраиваю для того, чтобы понять правильно или неправильно. Ненавижу карандаш в иллюстраторе, совершенно не тот инструмент. Но вот так вот приблизительно оно мне нужно. Так, вот эту вот точку мне нужно вот сюда. Сразу выстраиваю объёмы. Естественно, сейчас я буду всё рисовать нормально, сейчас я буду по всем линиям выстраивать. Просто смотрю, что оно попадает. Всё, попало. Слой этот блокирую. Создаю новый слой. Это просто будет мне подсказка, и я буду рисовать симметрично. Вот. Поэтому это моя подсказочка такая. Цепляться он не будет, этот слой. Я его заблокировала. Так вот, давайте только цвет возьмём. Вот. Он мне будет помогать. Он моя основа. Он мне помогает делать красивые линии. Так. От центра у меня будет вот такая история. Сейчас каждый слой отдельно буду прорабатывать по одним и тем же принципам. Немножко набраться терпения. Слои копировать не буду, но буду делать их симметричными. Здесь у нас нам обязательно нужно будет работать с этими складочками. И на складочках обязательно нужно будет прорабатывать и линии, и тени. И больше того, вот эти вот внутренние запчасти тоже надо будет обязательно аккуратно нарисовать. Такой вот. Зацепилась я за линию. Момент. Вот. Соответственно, вот они линии красивые, да. Не смотрите, что там под низом светится. Это вообще не имеет значения. Для того, чтобы оно не отвлекало, можно сделать вот так. Оп. Сейчас. Оп. И все. Мы рисуем только эту часть, работаем только с этой частью. То, что там находится на заднем плане, нам не важно. Еще раз говорю, я просто... Вы знаете, как иногда черновичок такой набрасывает. Я просто посмотрела, как мне удобнее будет рисовать с заданными пропорциями. Вот и все. То есть оно было нужно только для этого. Вот. И теперь сейчас с каждым слоем я буду прорабатывать. Естественно, вот здесь должна быть тень. Вот так должна быть. Так. Отвратительно. Ненавижу, когда так цепляется. Что для этого сделать? Для этого я создаю новый слой, на котором буду создавать тени. Потому что все эти линии жутко цепляются. И терпеть не могу, когда они так цепляются. Ну, то есть как бы вы попадаете в активный край, и она у вас начинает прицепляться к тому объекту, который вы рисуете. Но это как минимум безумно неудобно. Как максимум раздражает. Особенно, когда много таких надо. Вот. Я нарисовала. Буду просто сейчас потом сливать полномерно эти слои. Их не будет так много. Они мне нужны для рисунка. То есть один слой, второй слой будем рисовать. Так вот. Теперь открываю. Эти части увожу на самый задний план именно этого слоя. Делаю серую заливочку. И теперь, не уходя далеко, я буду каждый уровень так делать. Соединяем. Мне понадобится окно. Мне понадобится окно обработка контуров для того, чтобы это свить. У многих паника. У многих паника, куда все пропало, никуда ничего не пропало. Не надо переживать. Сейчас мы выберем все нужные нам объекты. Вот эти кусочки должны быть точно в самом низу. И вот это. И монтаж на задний план. Вот оно все вернулось. Ничего никуда у нас не убежало. Не пугайтесь. Здесь мы с вами пометим, как оно должно идти. То, что от центра вот такая будет еще красивая центральная складка. Тоже подредактируем. Немножко вот здесь. Заодно некоторая асимметрия создастся. Потому что ткань никогда не лежит абсолютно симметрично. Этого достаточно сложно добиться. Вот так мы немножечко это все подкорректируем. Вот один слой создался. Соответственно, я его группирую. Получаю слой 1. Так его и назову. Вот он будет самым верхним. Но пока мне не нужен. Хотя нет, давайте его оставим. Теперь беру слой номер 2. Вот у меня отдельный слой, на котором ничего нет. И начинаю рисовать опять такую же похожую красоту. Соответственно, складочки. Специально не дублирую слои, чтобы они не повторялись. И была такая большая красота в том, что я рисую. Вот здесь я завожу за уровень 1. Но, естественно, не буду туда. И, кстати, если такая юбка будет шиться, скорее всего, так и будет. Нет, что будет подъемник, на основе которого будет это все крепиться. Это не будет каждый слой от самого верха. Иначе там такая толщина будет сумасшедшая. Просто с ума можно будет зайти. Нет. Убираю видимость того, что мне не нужно. Ну, чтобы не мешалось. И теперь тоже здесь линии делаю. Каждый слой сам по себе имеет такие особенности. Поэтому сейчас мы сделаем линеарную поддержку. Вот я нарисовала линии. Это, кстати, очень хороший вопрос. Когда мне сдают осколок, как будет стоить эскиз? Вот всегда стоимость эскиза оценивается по сложности изделия. Я могу нарисовать эскиз за 10 минут, могу за 20, могу просидеть с ним полчаса, час, могу дольше. И от этого будет зависеть стоимость. Плюс стоимость будет зависеть от моего опыта и стоимости моего часа. Новички, как правило, берут очень мало, потому что им нужно нарабатывать опыт. А опытные дизайнеры, которые уже хорошо этим все владеют, естественно, дешево работать не будут. То есть я отучилась в институте, у меня больше 10 лет практики, я это все проработала. Почему я должна свой труд продавать дешево, учитывая, что я еще плачу за программное обеспечение? То есть это все на меня тоже не само сваливается. Естественно, мне нужно, чтобы это у меня все окупалось, чтобы мне приносило определенный доход. И это достаточно важно. Так что, сколько стоит, это вот вопрос, соответственно, о том, сколько вы работаете, какой у вас опыт и какой у вас уровень профессионала. Вас же не вызывает вопрос, почему там врачи опытные берут дорого. Вот здесь тоже это надо учитывать. Так, померили. Сделали на задний план. Сейчас я это все сгруппирую. Вот эти линии, которые я нарисовала, Они у меня единички. Ну, по толщине один пункт. А мне нужно, чтобы они были потоньше. 0,5. Вот. Хотя можно попробовать и единички оставить. Давайте попробую оставить единички. Так, теперь я вот это все вместе сгруппироваю. Этот слой, на который я сгруппировала, называю 2. Вот смотрите, 1, 2. В принципе, можно платье разбирать по слоям. Да, вот сколько слоев надо, столько и делать. Так, давайте прибегнем к некой стратегической хитрости. Мы возьмем первый слой. Мы его скопируем. И поставим его вместо третьего слоя. Вот так. У меня там была подсказочка. Помните, да? Вот сейчас мы ее и воспользуемся ей. И наверх, 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 пошире. Вот так. Ну, то есть нельзя же совсем прям... Можно, конечно, прям совсем каждый слой прорисовать. Но мне кажется, это будет не совсем здорово. Так, это слой номер 3. Теперь рисуем копию второго слоя. Ctrl-C. Так, Ctrl-B. Вот, он будет здесь. И, соответственно, мы его... Тоже пошире-пошире. И вот так. Ну вот. И еще раз. Ctrl-C. Так, это у нас 4. И еще один слой. Он мне нужен вот здесь. Пятый, Ctrl-B. Вот. Ускорило процесс рисования. Ну, по крайней мере, два уникальных слоя у меня есть. Можно, конечно, каждый уникально нарисовать. Но, опять же, зависит от того, хотите вы так сильно морочиться или нет. Вот. Что можно добавить до объема? Можно добавить дополнительные тени. Но мне кажется, само по себе, платье сформировалось очень даже неплохо. Так. Сейчас мы его ставим вот сюда. Вот. И это слой номер 5. Так что вот платье разложено у меня по слоям. Почему? Потому что мне так было удобнее. Вот этот вот черновик, на котором было нарисовано зелеными линиями, я удаляю. Он свою роль сыграл. Я могу теперь это все платье вместе сгруппировать. Да, все слои. Сейчас все там разблокировалось, да. Вот. Все слои вместе сгруппировать. Вот у меня получилось единое платье. Большое, красивое платье принцессы. Единственное, я бы, наверное, вот этот слой. Чуть-чуть. И вот здесь, кстати, уже можно играться с пропорциями. Куда вы, как вы потянете, какой слой. Пожалуйста. Тут вот неограничено. Вплоть до того, что вы можете постоянно... Там. Мне нужно платье покороче. Да. Вы вошли. Хлоп. Два убрали. У вас платье покороче. Там. Три слоя убрали. И так далее. То есть, это универсальный такой конструктор у нас получился. Давайте лишние слои я уберу. Они были просто рабочими. Они нам очень нужны были при моменте рисования. Сейчас у меня достаточно два слоя. На котором у меня находится шаблон. И на котором у меня находится непосредственно само платье. Вот такие вот хитрости. Маленькие. Которые очень сильно упрощают жизнь дизайнеру. Не влияют на качество работы. Но очень упрощают жизнь дизайнеру. Так. Ну. Теперь я буду баловаться. Откровенно. Сразу говорю об этом. Я буду делать заливку цветом. Хочу, чтобы все у меня было... Серебряное платье было. Как это сделать? Ну, во-первых, есть такая маленькая тонкая хитрость. Серебро хорошо получается слегка голубоватой гаммой. Вот прям слегка. Такая маленькая хитрюлечка есть. Будет цвет смотреться более холодным. Более серебряным. Теперь заливаю цвет основы. Поскольку у нас уже есть тени. То естественно оно сразу все хлоп. И красиво себя ведет. Вот. Сейчас мы двойным кликом сюда войдем. Я бы сделала чуть поярче. Сколько там? 26. Вот сейчас мы везде на 26 перейдем. Чтобы было более четко эти тени. Мне кажется, можно даже чуть сильнее. На 28, если не на 30. Угу. Ну да, я думаю, что можно на 30 перейти будет. Чем ниже сейчас. Нет, мне нужно тени. Пожалуйста, только вот у этой части. Вошла в режим изоляции, выбрала. И сюда добила 30. Так, хорошо. Сюда. Сюда тоже 30. Это я непрозрачности не регулирую. Двойной клик. Выбрала именно группу вот этого нижнего слоя. И сюда тоже 30. Хорошо. Вот такая красота. Уже все смотрится вполне неплохо. Так, что я вижу, чтобы я поправила вот эти части, вот эти вот малышики. Должны быть более темные. Сейчас они очень светлые. Вот эти вот малышковые штучки. Поскольку это внутренняя часть, они должны быть более темными. Это обязательно. Либо будет ощущение, что у вас там внутри, ну, более светлая подкладка. А вам оно надо? Чтобы у вас там была более светлая подкладка. Если надо, то оставляйте. Если не надо, то корректируем цвет. И здесь, как обычно, сначала один цвет надо прокрасить, потом все остальные подтянутся. Вот. Но, естественно, эффекта серебра я не вижу. Поэтому на всю эту красоту мы сейчас еще будем делать блики. Создаю новый слой. Чтобы, опять же, ничего не цеплялось. А блики у нас какие будут? Блики у нас будут прозрачно-бело-серебряные. Есть вот здесь такой градиент, у которого можно настроить прозрачность. Соответственно, вот сюда. И вот у этой части мы будем настраивать непрозрачность. Вот так. И это все будет дело без контура. Вот. И будут такие штуки у нас отображаться. Потом мы им еще дополнительно настроим всякие мягкие края и прочую ерунду. Так что давайте мы сейчас это сделаем. Еще потом бликов добавим ярко-белых. Чтобы прямо оно все у нас было такое вот разненькое. Так. Здесь, естественно, большой. Такое вот пятно. Здесь тоже. Блики уже не симметрично рисую. Но это симметричных бликов. Вряд ли вы добьетесь когда-либо. Поэтому здесь нам нужно с вами показать, как оно действительно бликует. Сразу вот этим полупрозрачным градиентиком. Еще раз напоминаюсь, я на отдельном слое с этим работаю. Поэтому основа у меня не цепляется. И здесь сверху, опять же, у нас же юбка нависает. Поэтому там этого видно не будет. Вот так. Вот так. То есть достигнуть эффекта вот какого-то серебра, золота и так далее. Это уже за счет игры светотени, градиентных заливок и так далее. То есть это по-другому рисунок не достигается такого момента. Вот сейчас мы это все сделаем. То есть если бы я просто хотела однотонное платье, я бы вот этого делать не стала. А если я хочу какой-то дополнительный эффект, то вот тратим время на красоту. Мне вот это место не нравится. Мне вот это место не нравится. А вот это лишнее. Спасибо. Увидела, поправила, пошла дальше. Пришел, увидел, победил. Так, мы рисовали вот так. И хочу также и продолжить. Дело в том, что программа запоминает, какой у вас был последний объект, и рисует со свойствами последнего объекта. Что мне, собственно говоря, и нужно. Поэтому я напомнила ей пипеткой, какой у меня был последний объект. Продолжила рисовать. Здесь вот тоже есть неприятность. Потому что мы дублировали одно и то же. при слиянии, вот здесь появились лишние точки, которые просто надо удалить. Ого! Ого! Так. Угу. И слой. Все мои действия происходят на отдельном слое. Давайте посмотрим. И тоже вот такой момент, что кажется достаточно грубым, а мы сейчас его сделаем более мягким. Все те объекты, которые я тут нарисовала. Этого тоже эффекта можно добиться. Смотрим. Вот. Уже, то есть, такой как бы эффект блеска присутствует. Хочу, чтобы он был более мягкий. Эффект. Размытие по гауссу. Что дает размытие по гауссу? Оно нам сейчас помоет контур того, что мы с вами нарисовали. И он будет более прозрачным. Видите, какой сразу объем добавился? То есть, вот без него, вот с ним. Вот без него, вот с ним. Теперь я бракирую этот слой. И еще раз. Добавлю еще больше теней. Опять же говорю, мы создаем эффект вот этой вот такой серебристости, яркой. Поэтому я так на этом заморочилась. Если вам этот эффект не нужен, то такая морока вам не нужна. Если он вам нужен, то тогда морачиваемся вместе. Опять же, такой немножко синеватый оттенок даю. Я сейчас просто углубляю те тени, которые есть. Для того, чтобы у нас увеличился контраст. Еще теней и еще теней. Сейчас я им тоже задам непрозрачность. И тоже по гауссу их размою. Они у меня все на разных слоях. Чтобы удобно было с ними работать. Так, смотрим. Видите, я более четкие сделала. И здесь, конечно же, их не должно быть сильно много. Сейчас я просто их подкорректирую. И цвет вот такой. Обратите внимание на цвет. Цвет очень важен в этом вопросе. Потому что именно он это все формирует. Немножко голубоватый. Чтобы получилось более серебряно. Слегка голубоватый оттенок. И формируем дополнительно тени. Складок много. Времени занимает много. Эскизы рисуются достаточно долго. Такого плана эскизы всегда стоят дороже. Дороже. Ну и вообще работа с вечерней модой. У вас и у конструктора это больше времени. Займет и материала больше. И самой работы именно швейного. Ну, кто это будет. Портной или это будет цех шить. Ну, тогда швеи там будут. Потому что портной собирает целиком изделие. Швея будет пооперационно работать, скорее всего. Это будет занимать больше времени. Индивидуальные платья, как правило, шьют портные. Там иногда называют модистки, швеи. Ну, в общем. Здесь тоже добавим. Сюда добавим. Вот так вот с тенями. И прорабатываем. Так, это у нас самый нижний слой. Здесь, соответственно, самые темные тени и будут. Дорабатываем. Дорабатываем. И дорабатываем. Смотрим. Я не хочу весь, прям, эскиз закрасить этими тенями. Все, я могу это все сгруппировать. Теперь эффект. Размытие по гауссу. Так же, как было настроено. И немножечко непрозрачность. Вот так. Вот, видите, еще ярче стало. Почему-то мне кажется, что у меня ушло размытие после того, как я давала. Немножко цвет поправим. Так вот. Вот. И можно расставить финальные блики. Для того, чтобы оно вообще прям получилось металлическим. Финальные блики, они будут белыми. Чисто белыми. Вот так я их нарисую. И мы тоже их потом размоем за счет этой размытости. Уже, видите, за счет того, что я рисовала градиентом. Уже есть вот эти вот эффекты таких вспышечек. Мы сейчас их просто немножко усилим. Опять же, бликов, вот они на складочках будут. Вот здесь вот бличок будет. Вот здесь. Вот мне очень нравится, что вот здесь бличок такой он неровный. За счет вот этого градиента и размытости получается такой вот он металлизированный эффект. Очень прикольный. Тут бличок. Тут бличок. Уже без градиента, без ничего. Просто белым делаю. Именно блики. Вот тут усилим блик, да, на контрасте. Тут тень, контраст, яркая вот этот гребень складки. Вот на гребне она будет. Вот блик будет на гребне. И здесь будет вот самое светлое на гребне. На гребне. Опять же, на гребне. Бличок. Бличок. И еще бличок. И последний вот здесь бличок. Ну, просто с самого низу уже блики будут не такие яркие. Они там будут. Просто не такие яркие. Вот, смотрите. Повозвращаю платье. Блики пока достаточно яркие. Теперь я их выбираю. Мы, может быть, даже сейчас их яркость снижать не будем. Но обязательно сделаем размытие. Уровень размытия сейчас тоже я посмотрю. Насколько мягкий мне край нужен. И вот теперь смотрю. Нужно мне добавить непрозрачности или нет? Я бы не стала. Вот такое платье у меня получилось. Мне кажется, получилось оно достаточно металлизированное. Понятно, что это такая блестящая ткань. Вот оно у меня все светится. Если вам этот эффект не нужен, то вы просто убираете дополнительную обработку блики. Получаете вот такое красивое платье, с которым можно делать практически все, что угодно. Тут с этими юбками можно творить и вытворять. Можно делать двойное, тройное, четверное. Можно еще слоев добавить. В общем, можно много-много всего сделать. А можно вот так, вот так и вот так добавить платье металлического блеска. Обязательно пишите свои комментарии, чтобы вам было еще интересно порисовать. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал для того, чтобы увидеть больше красивых и интересных видео. А на этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok